Я, значит, представлюсь. У нас сегодня мастер-класс именно по ромотерапии для начинающих. Меня зовут Игорь Лернер, я живу в Израиле, у меня есть еще российское гражданство. Вообще я родился в России, в 1989 году закончил Московский институт пищевой промышленности, и опыт применения продукции для здоровья у меня 32 года, потому что когда я учился в институте, у нас еще были военные кафедры, и там дополнительно получали военную специальность начальник продовольственной службы. И вот эта специальность не то, потому что она военная, а там было много интересного, что человеку надо потреблять, витамины, микроэлементы, минералы, то есть как сбалансировать питание, чтобы солдат был физически здоровый, чтобы у него ничего не болело, и он мог выполнять, так сказать, защиту Родины. И вот поэтому в 1989 году я закончил, и с тех пор я занимался не совсем пищевой промышленностью, а пошел заниматься, в первую очередь, там, спортивным питанием, да, потому что спортсмены, что солдаты должны быть физически здоровы, и потом уже, в общем-то, спортивное питание перешел просто на здоровый образ жизни, на продукцию для здоровья. Поэтому с 1994 года я успешно занимаюсь бизнесом, связанным с продукцией для здорового образа жизни. Я спикер многих международных конференций, очень много ездил, в том числе выступал в России очень часто. И у меня есть команда Рома Бизнес, потому что я последние, вот скажем, три года сконцентрировался очень именно не на всей продукции, да, которой очень много, вы понимаете, а, как я считаю, самая концентрированная и самая подходящая и простая для нашего здоровья – это эфирные масла, натуральные эфирные масла. И вот сегодня мы про это поговорим. Еще мастер-классы, такие же мастер-классы для начинающих проводит наш ароматерапевт Ольга Савчук из Белоруссии. Она тоже консультант по здоровому образу жизни, ароматерапевт, лайф-коуч, и она ведущая курса. У нас курс ведется такой «Семейная аптечка. Эфирные масла в каждый дом». Про этот курс я в конце расскажу. У него опыт применения эфирных масел более 12 лет. И вот с этого я хочу как бы начать нашу с вами встречу. Вначале я хочу сказать, что эфирные масла, эфирные масла – это, наверное, как бы, знаете, есть правда, есть истина. Правда – это то, что там 50 лет назад была правда, вдруг сегодня пишут, что это неправда, да, там 100 лет назад говорили, это полезно, сегодня говорят, что это не полезно, или наоборот. Но есть некоторые истины, скажем, что эфирными маслами вообще люди пользуются, люди пользуются для своего здоровья уже более 6 тысяч лет. 6 тысяч лет, понимаете, сколько? То есть не 100, не 200, не 300. Конечно, ароматерапия – это современное название, этого названия не было, но были благовонья, были эфирные масла, их тоже называли не эфирные масла, а именно благовонья, то есть запах для блага, полезный. Вот как раз расшифровывается благовонья, да, благое дело, благовонья, да, запах. И что писал Аристотель, великий греческий мыслитель, 350 лет до нашей эры, про эфирные масла, что это пятая субстанция, окутающая землю, являющаяся воздушным флером. Это Алим, где существуют боги, которым масла позволяют принять правильное решение. Они позволяют достичь совершенства ауры, духа и здоровья, питают мозговую ткань и являются пищей для ума. Ну, очень, конечно, философы, они очень мудро пишут, но это, представляете, было написано 350 лет до нашей эры. Кстати, Гиппократ, которому все врачи дают клятву, да, тоже, кстати, древнегреческий врач и философ, очень много использовал эфирные масла, у него много трудов по ваннам, использованию ванн с эфирными маслами, использованию эфирных масел, да, для употребления вовнутрь. И его самая крылатая фраза, которую вы все слышали, может, многие не знают, что это сказал именно Гиппократ, «Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей». Ну, многие слышали, так сказать, в упрощенном виде, «Пусть пища станет твоим лекарством». В общем, это девиз был Гиппократа. Поэтому мы сегодня вот про все это поговорим с вами. Коротко, что такое эфирные масла? Это натуральные ароматические соединения, содержащиеся в растениях, в семенах, в коре, в стеблях, в цветках. То есть они могут содержаться в разных частях растения. И на самом деле, в зависимости, даже при одном растении, где находится эфирное масло, то эфирные масла по-разному называются. Скажем, если мы возьмем дерево, скажем, апельсин, то мы знаем, что в корочке апельсина, в цедре, содержится эфирное масло апельсина. То есть мы можем нажать на цедру и даже увидеть, как что-то из нее брызнет. А если мы заходим на пардес, когда цветут сады с апельсинами, цветут только, там обалденный запах цветка, цветок дает запах. И если из этих цветков, из лепестков собрать эфирное масло, оно называется нероли. То есть, видите, одно и то же растение, но название уже эфирного масла будет другое. На самом деле эфирные масла защищают растения. Это их иммунная защита. Вы знаете, как у человека есть иммунная защита, так и у растений. Растение иммунной защиты, наверное, важнее, чем нам, современным людям. У нас все-таки есть врачи, медсестры, скорая помощь. У растений всего этого нет. Растение должно само защищаться. Никто ему на помощь не придет. Поэтому это иммунная защита растений. И не только это. Кстати, его цветочные запахи, они привлекают пчелок, бабочек для размножения, для продолжения рода в том числе. И, как я сказал, люди уже используют эту иммунную защиту растений более 6 тысяч лет. Кстати, фараонов, это египетские жрецы, бальзамировали эфирными маслами. Их пропитывали эфирными маслами, потом обвертывали в ткани пропитанные эфирными маслами, герметично закрывали саркофаг. И, как видите, тело не разлагалось. То есть, это говорит о том, насколько эфирные масла обладают в том числе антибактериальным действием. То есть, милостные бактерии были полностью уничтожены. И эти мумии, которым 3000 лет до нашей эры, мы можем смотреть сегодня в музеях. Что интересно, могу сказать, три интересные вещи, которые вам будут понятны. Что они, эфирные масла, это летучие многокомпонентные вещества, созданные в процессе эволюции растений. Это достаточно сложные вещества. Некоторые эфирные масла содержат 70 ингредиентов разных составляющих. Такие, как роза, они могут доходить до 300 и более составляющих различных ингредиентов. Но мы не будем в этой названии, не буду вам голову, честно говоря, морочить. Там феноли, эндегиды, терпены, кетоны и так далее. Это эмгенол какой-нибудь. Это вам не важно на сегодня. Важно, что все эти вещества природные, они полностью усваиваются на клеточном уровне. Они воздействуют, эти вещества воздействуют не на отдельный орган, а на весь организм в целом. Причем как на физическое тело, так и на духовном уровне. На нашу лимбическую систему, на наше подсознание. Лимбическая система отвечает за наши органы чувств, эмоции, интуицию и так далее. Очень важно понимать, в том числе, что эфирные мозга не вызывают привыкания, не нарушают баланса физиологических процессов в организме. То есть вы можете жить в лесу, где-то среди растений, среди этого запаха. Всю жизнь вы можете там жить целыми днями. Когда человек говорит, а вдруг там будет какая-то передозировка и все. Да, передозировка может быть при внутреннем каком-нибудь применении. Но в принципе, если дозы соответствуют тому, что рекомендует компания, эти можно пользоваться постоянно. Нет никакого ни привыкания, ни накапливающего эффекта. Я вам про это еще расскажу. Это очень важно понимать. Как под микроскопом выглядят вот эти мешочки с эфирными маслами, которые делают растения, вот здесь показано. Шалфей мускатный, перечная мята, лаванда. То есть это вот реально. У растений есть специальные такие вот, можно назвать, такие мешочки, в котором содержатся эти летучие соединения. И растения по мере надобности их используют. Как я сказал, как свою иммунную защиту. Но что очень-очень-очень важно знать, очень важно знать про эфирные масла. Потому что вы скажете, ну да, эфирные масла, ты сказал, Игорь, существует 6 тысяч лет. Я зайду в любую аптеку, там будут на фотке стоять наверняка эфирные масла в любом магазине натуральной продукции и так далее. Но нельзя сказать, чтобы люди очень уж активно этим пользовались. Ну, кто-то в баню ходит, там что-то на камушке там покапает и так далее. В общем-то, ничего такого сверхъестественного, то, что ты сейчас рассказываешь, мы не знаем. Хотя про эфирные масла знают все. Вот здесь важно отметить, что эфирные масла, когда я сказал, да, созданы эволюцией, да, в течение миллионов лет, здесь очень важно, чтобы это были натуральные эфирные масла, созданные именно эволюцией, а не сельским хозяйством, так сказать. Мы должны говорить не просто про эфирные масла, а про эфирные масла, созданные природой, созданные эволюцией. И я вам хочу сегодня, сегодня рассказать про компанию Дутера, которую вы многие не слышали. Кто-то слышал, кто-то не слышал, да, которая вообще образовалась всего в 2008 году. У нас сейчас 21 год, то есть это 13 лет назад, но за 13 лет. И понятно, что 13 лет назад существовали тысячи эфирных, которые производят эфирные масла, но компания Дутера за 13 лет превратилась в мирового лидера по поставкам, производству и распространению эфирных масел и имеет сегодня глобальную мировую сеть, более 11 тысяч потребителей по всему миру. И официально-официально работает в 70 странах мира, а вообще посылает посылки по всему миру. Компания без долгов, более 1 миллиарда долларов в активах, 3600 корпоративных сотрудников, которые вот обслуживают вот эту сеть в 11 миллионов потребителей. Имеет офисы в их 19 странах мира. Кстати, вот последний офис, 19-й, был совсем недавно открыт в Израиле. Почему я хочу рассказать именно про эту компанию, а не какую-то другую компанию, производящую эфирные масла? Потому что вот у компании Дутера есть очень интересный, как говорится, лозунг, на которой она основывается. Звучит это приблизительно так, в переводе на русский. Растения не придут к фабрике, фабрика должна прийти к растению. Что сделала компания Дутера? Компания Дутера, в отличие от других производителей, расставила фабрики на родине растений. В компании более 50 фабрик, которые работают абсолютно в разных странах мира. Ну, к примеру, там Пятигрейн – это Парагвай, Кардамон – это Гватемала, Нарт – это Непал, Иланг-Иланг – Мадагаскар, Витивер – это Гаити, Лаванда – это Болгария. То есть вы можете представить, и можно это перечислять дальше. В чем смысл этого всего? В том, что я сказал, что миллионы лет эволюция делала эфирные масла, и у каждого растения есть своя родина, где именно эта эволюция и происходила. И эфирные масла, естественно, вырабатывались на основе биохимии почвы, высоты на уровне моря, влажности воздуха, солнца. Можно перечислять тысячи факторов природных, которые влияли. И если эти факторы поменять, то растение становится не совсем растением. Оно там не может расти, скажем. Если вы природные факторы меняете, то растение не растет. Но мы, люди, можем его выращивать в любом климате, на самом деле можем добавлять химические или органические удобрения, можем поливать, можем поддерживать температуру в парниках и так далее. Но это совсем не то, потому что это растение не жизнеспособное, это мы его выращиваем. А без нас оно сразу погибнет. То есть иммунная защита у этого растения никакая, потому что она растет не у себя на родине. Где она может расти спокойно. То есть компания Дутера не производит эфирные масла, она их только собирает. Эфирные масла произвела и производит сама природа. Можно рассаживать, культивировать растения, но не применять никаких удобрений. Потому что даже органические удобрения – это все равно удобрения, которые уже влияют на развитие растений, на все биохимические процессы, которые в этом растении происходят. Вот это главное, что я хочу вам сказать, что это главная точка. Почему компания? Я вам говорю сейчас про компанию Дутера. Уникальность эфирных масел Дутера – это еще, что это сертифицированные чистые эфирные масла подтвержденного качества. Компания Дутера не только расставила заводы, не только связалась со всеми по сельскому хозяйству, людьми, которые собирают для компании, местные жители, естественно, сырье. Потому что на самом деле нужно еще два часа где-то есть у компании после сбора растения, чтобы получить эфирное масло, которое будет полноценным. Потому что эфирные масла имеют способность улетучиваться. И некоторые ингредиенты, как я сказал, их может быть очень много в растении, могут потеряться. И тогда уже эфирное масло не будет полноценным без каких-то ингредиентов. И компания Дутера не только, как говорится, она первая вообще в мире, она начала делать проверки, сертифицировать эфирные масла, какой состав и вообще какая биохимия должна быть у эфирного масла лаванды или иланг-иланга на основе именно природы. То есть именно масла, которое создано природой на родине растений. Никто до этого этим не занимался. Понятно, что в средние века и до этого люди пособирали, естественно, растения на той местности, где оно росло. И мы им и пользовались. Но потом уже... И, кстати, поэтому был создан путь благовоний. Кстати, путь благовоний создавал... Это был договор между царицей Сацкой и царем Соломоном. И он как раз проходил этот путь благовония. Знаете, вот если шелковый путь проходил через Китай, то вот путь благовоний проходил через царство царя Соломона. Через современный Израиль. То есть это караванами, понимаете, тащили... Хотя в те времена уже умели делать сельское хозяйство и выращивать растения. Ну, царь Соломон, наверное, был очень мудрый царь. И он понимал, что растение должно расти на родине. Тогда это будет настоящий благовоний. И благовония тогда ценились на вес золота. Если вы когда-то слышали такие высказывания «Дары волхвов», то вот можете открыть чат и напишите в чат, кто знает, а что святые волхвы принесли в дар. В дар на день рождения Иисуса, да, дар волхвы, что они принесли. Напишите. А я потом отвечу на этот вопрос тоже. В чем вообще заключаются подтвержденные качества? Что важно для эфирных масл? Три очень важных момента. Это чистота. То есть содержит исключительно натуральные ингредиенты и только эфирные масла. Вот, скажем, это очень важно, что кроме эфирного масла никакая другая белки, жиры, углеводы и другие какие-то ингредиенты растения не туда попали. То есть это полная качественная очистка, то есть это 100% эфирное масло и 100% сделанное природой. Вот это вот важность проверки, потому что важность безопасность. То есть для этого и тестируются эфирные масла, чтобы получить и убедиться, что ничего не попало, и это подлинное эфирное масло. Я не говорю, что сегодня делают и химические запахи, похожие на лаванду или похожие на ромашку или еще на что-то. Я говорю про натуральные. Но даже если натуральные, при плохой очистке, куда может попадать, скажем, белок растения? И один из мифов про эфирные масла, что эфирные масла вызывают аллергию. Многие, кстати, мне сразу говорят, да, но эфирные масла как можно использовать массово всем в каждый дом, они же аллергенны. Ничего подобного. Любой аллерголог скажет, что если мы говорим про натуральные аллергены, то это белок растительного или животного происхождения. У кого-то на казин, на молочный белок, у кого-то на глютен, на белок злаковых. Но в любом случае, там аллерген – это сложная крупная молекула типа белка. Всегда это крупные молекулы, на них может быть неадекватная реакция организма, потому что молекула большая и сложная. Эфирные масла – это низкомолекулярные, очень низкомолекулярные соединения, такие как спирты летучие, на такие соединения аллергии не бывает. И когда человек говорит, да я же чувствую запах, когда цветение идет, и начинается аллергия, и все правильно, только запах тут ни при чем. Когда идет цветение, то пыльца летает в воздухе, как взвесь, березовые брунки или пух тополины или еще какая-то пыльца. Именно эта пыльца – это как раз белок для оплодотворения, она и вызывает аллергию, а не запах, не низкомолекулярные соединения. Вот это вот очень важная безопасность и эффективность. То есть эффективность про то, что я сегодня буду говорить, что эфирные масла должны делать эти действия. Вот это тоже очень-очень важно, чтобы эфирные масла были эффективными и воздействовали на организм. С одной стороны, сильно, с другой стороны, и быстро, и сильно, и с другой стороны, безопасно. Вот это вот многим врачам стоит в тупик, потому что они знают, что тем более сильно действующие лекарства, тем больше противопоказаний оно несет. Вот эфирные масла, вот как бы натуральные, сделанные природой, они достаточно концентрированы, достаточно быстро работают на наш организм и абсолютно для нас безопасны. Вот, значит, по ответам я вижу, написали, что еще во время храма применяли масла эфирные, да, все правильно. Но насчет дары волхвов, я обещал сказать, волхвы принесли дары, они принесли эфирное масло ладан, эфирное масло миру, да, ладан миру, и они принесли золото. То есть, в те времена благовония ценились на вес золота. Это вы можете проверить в интернете, что входит в дары волхвов. Мира, ладан, золото. И я продолжаю. Конечно, я даже не буду вам сейчас перечислять все эти анализы, да, которые проводятся с каждой партии, которая приходит в лабораторию, да, Дутера, с разных стран. Перед тем, как разливать в каждую бутылочку, эти вот тесты сейчас написаны на экране, это не принципиально важно, что проводится более 8 различных очень важных исследований, чтобы убедиться в том, что это 100% эфирное масло. Не 100% натуральное, в натуральности никто не сомневается, да, а что это 100% эфирное масло и что оно с родины растения и, соответственно, имеет вот строгий вот этот нужный биохимический состав и хиральность и так далее. Многие вещи, которые очень важны для безопасности и для продуктивности, да, потому что мы пользуемся эфирным маслом, как я сейчас буду говорить, для нашего здоровья. Более 40 ученых в штате компании Дутера, работает более 40 ученых, кстати, медиков и ароматерапевтов, это тоже очень важно, и компания Дутера проводит различные исследования и сотрудничает с медицинскими вузами, научно-исследовательскими институтами. Здесь перечислено вот 8, но это совсем не полный список того, с кем сотрудничает компания Дутера именно с точки зрения науки, да. Потому что эфирные масла, как вы видите, они признаются на самом деле и наукой, и медициной, и многие, кстати, очень многие медицинские препараты, да, разрабатывались химические, да, но брали, как говорится, старались проверить биохимию эфирных масел, потому что они работали и старались сделать, так сказать, подделку, которая бы тоже работала. Насколько это удается, это другой вопрос, но в крайнем случае вот эфирные масла всегда интересовали науку и медицину, не только во времена Гиппократа, но и это продолжалось. Компания Дутера еще объявила о том, это, кстати, было 17 июня 2020 года, а у нас сейчас идет июнь 2021, то есть это год назад. Год назад компания объявила о том, что она была еще единогласно принята всеми членами кардиционного совета в состав Международного научно-исследовательского института ароматических материалов. То есть на сегодняшний день создали специальный Международный научно-исследовательский институт. Почему? Потому что институт, кстати, больше занимается не эфирными маслами, а ароматическими материалами, а наоборот проверяет химические запахи, которые очень вредны для нашего здоровья. И сегодня, на самом деле, в мире очень многое убирается с пола. Вот эти вот брызгалки для туалетов, вы помните, стояли там морской бриз, еще чего-то, луга, поля, но на самом деле это вредные химические соединения летучие, которые как раз не вписываются в биохимию, как эфирные масла, и, соответственно, не выводятся, поскольку они не участвуют в процессе биохимических нашего организма, соответственно, происходит накопительный и отрицательный эффект. Вот этот институт больше всего занимается именно как убрать вредные запахи из полок наших магазинов. И компания Дутера готова в этом им помогать. Теперь давайте вот поговорим немножечко, да, так все хорошо, эфирные масла, история, всегда все пользовались. А для кого на сегодня, для кого вообще они нужны? Может, они уже сегодня не актуальны, может, они не нужны, эфирные масла? Кому нужны эфирные масла, да? Компании Дутера. И вот я хочу сказать, вот из того, что я сегодня буду рассказывать, что они нужны всем. У нас, я же говорю, вот курс называется «Семейная аптечка. Эфирные масла в каждый дом». Потому что они нужны как детям. Особенно важно, что у детей сегодня очень большие психологические нагрузки и создание комфортной зоны. Сегодня очень много гиперактивных детей и так далее. То есть детям они очень нужны. Также пожилым людям, поскольку иммунная защита пожилых людей снижается. И тут можно использовать иммунную защиту растений, да? Профессиональным спортсменам для лучших результатов. Вы помните, я говорил, я занимался со спортсменами. Сейчас занимаюсь тоже. И профессиональным спортсменам. Очень большая проблема, на самом деле, со стрессами и с иммунной системой. Потому что чем больше физические перегрузки, не нагрузки, а именно уже перегрузки физические, тем иммунная система ослабевает, то есть организм ослабевает. И поэтому спортсменам очень важно все время поддерживать свою иммунную систему. И очень, не дай бог, не заболеть. Потому что тогда срывается весь тренировочный процесс. И еще хуже, если уже идут соревнования, у тебя температура, там, не знаю, нос заложен и так далее и тому подобное. Люди в период стресса. Ну, сегодня где можно найти людей, у которых нету стресса, да? Дезинфекция воздуха. То есть вот мы говорим, вот как профилактика ОРЗ, там, мы говорим вирусы, да? Ну, по-моему, сегодня актуальнее, чем когда-либо. Особенно после 2020 года. То есть мы можем говорить о том, что, в принципе, это нужно всем. Просто люди про это не пользуются эфирными маслами, потому что или они пользовались некачественными и получали какие-то противопоказания, да? Или же просто не имели никакого эффекта. Ну, если они начинают пользоваться качественными эфирными маслами, то все, человек становится лояльным клиентом и уже постоянным пользователем. Это я вам гарантирую. Какие, в принципе, лечебные свойства несут эфирные масла? Ну, как я говорил уже сегодня, антистрессовые, противогрибковые, антивоспалительные, обезболивающие, антибактериальные, антивирусные, антиспазматические. То есть эфирные масла на самом деле, поскольку они работают, воздействуют на весь организм, то они, причем как на физическом уровне, так и на психоэмоциональном уровне, поэтому они, в принципе, много, очень многофункциональны, очень многофункциональны, и воздействие эфирных масел на наш организм может что привести, для чего нам нужно, скажем, лучше сработать пищеварение. Кстати, запахи и вкус у нас – это как сообщающие сосуды. И мы на самом деле, аппетит приходит не во время еды, а аппетит приходит во время запаха еды. Мы можем не видеть еду, а только почувствовать запах, и вдруг сразу запах включает пищевые рефлексы, пищеварение, слюновыделение, желудочный сок, запах. Запах, мы еды не видели, вот там с кухни запахло, или проходили мимо какого-то там переулка, а там сбоку или кофе запах, или шашлык жарят, или булочная пекарня, там запах каких-то ватрушек. Улучшает циркуляцию крови, оказывает быструю помощь, которую вы можете оказать, вот самое главное, что быструю, как они моментально работают. Можно ухаживать за кожей лица и тела, тоже с эфирными маслами, и если люди профессиональные курсы косметологии заканчивали, то всегда в хороших профессиональных курсах всегда говорится про эфирные масла и воздействие эфирных масел, которые можно добавлять в наполнители, в базу, да, и наносить на кожу. Снимают боль в мышцах, суставах, укрепляют здоровье дыхательной системы, поднимают настроение либидо, ну, как антистресс, да, очищают организм от токсинов, укрепляют иммунную систему. То есть я могу перечислять до бесконечности, да, где мы можем применять эфирные масла. Но я хочу остановиться сегодня, остановить ваше внимание, на самом деле на трех факторах глобальных таких идей, которые, кстати, тоже несет компания Дутера. Дутера не занимается вот клинической ароматерапией, где это все индивидуально, где должен быть ароматерапевт, желательно он же и должен иметь медицинское образование, чтобы правильно ставить диагнозы, чтобы лечить с помощью эфирных масел. А компания Дутера говорит, что эфирные масла можно массово использовать именно как профилактическую, не как клиническую, а как профилактическую ароматерапию. И здесь на первом плане это дезинфекция воздуха, профилактика заболеваний за счет дезинфекции воздуха. Мы знаем, что очень большое количество различных вирусов и других там патогенной зоны, да, которые вызывают различные заболевания, там, уэрозы, ангины и многие чего, передаются воздушно-капельным путем. Это знают уже не врачи, это знают все люди, да, что очень много мы заражаемся воздушно-капельным путем. Ну, и также мы хорошо знаем, что все бактерии и вирусы, пока они в нас не поселились, пока они не внутри нас, они на самом деле очень легко, легко дезинфицируются, да. То есть они легко убиваются, и поэтому тоже нам говорят, мы надо мыть руки, да, чтобы убивать бактерии там. То есть нам все говорят, что надо делать, что надо дезинфицировать, кроме самого важного, ничего нам не говорят про дезинфекцию воздуха. Когда-то говорили, что надо проветривать помещения, то есть их можно, если не дезинфицировать, да, то хотя бы выдуть, поскольку они летают в воздухе, сделать сквозняк, типа они вылетят. Но на самом деле сегодня мы очень мало проветриваем помещения. Почему? Потому что мы открыли кондиционеры, да, новое открытие человечества, кондиционер. Поэтому на улице то жарко, то холодно, то еще что-то, мы закрываемся наоборот и включаем кондиционер. Тем самым создаем идеальную. Кондиционер гоняет один и тот же воздух, сам является, становится источником инфекции, которую он гоняет. Поэтому дезинфекция воздуха – это на первом плане. Если взять древних, это на самом деле не придумала компания Дутера. Как я сказала, компания Дутера не придумала эфирные масла, не придумала, что они должны расти на родине растений. Это придумал царь Соломон с его путь благовоний. Не придумала в том числе дезинфекцию воздуха в помещениях. Древние занимались окуриванием. Окуриванием храмом, окуриванием церквей, окуриванием помещений. На самом деле, я думаю, если древние бы не брали эфирно-содержащие культуры, не нагревали их, а при нагревании эфирные масла, они летучие, при нагревании быстро испаряются, и не окуривали бы помещения, то, может быть, я вам сегодня бы это легко не читал, они, вирусы и бактерии, их всех бы уничтожили. Но древние ведь умели использовать у природы, потому что тогда не было ни санэпидемстанции, не было ни Министерства здравоохранения, не было ничего. Они должны были сами заботиться о себе. И первое, что они придумали после того, как они начали жить в закрытых помещениях, переходить в города и так далее, они жили на природе в шалашах, которые проветриваются, они начали окуривать помещения. То есть компания Дутера предлагает современный метод окуривания. Есть специальные диффузоры, которые ультразвуком взбивают холодный пар. И за счет этого холодного пара с эфирными мостами в воду добавляют эфирные масла. У нас происходит именно современный метод окуривания, дезинфекция воздуха. На самом деле до дезинфекции воды мы уже дошли. Раньше пили все воду из-под крана. Кто постарше, скажем, моего возраста, мне 56 лет, помнит про это. Молодежь уже вообще не помнит, что из-под крана пили воду. Думали, вода сразу в пластиковых бутылках всегда была. Или фильтры всегда стояли. То есть для дезинфекции воздуха дошли. То есть дезинфекции воды. Ну, пришло время, видимо, дойти до дезинфекции воздуха в наших помещениях. Иначе, как говорится, вода у нас чистая, а дышим мы на халяву непонятно чем. Помимо дезинфекции, этот же метод окуривания создает аромадизайн, антистресс. То есть это управление нашими эмоциями. То есть ведь можно создать комфортную зону. Комфортную зону. Почему мы хотим, чтобы комфорт у нас был только, когда мы идем куда-то в спа. Мы туда приходим, и нам там хорошо. Там есть дизайн. Дизайн мы в своих квартирах тоже делаем. Мы очень красивые, не хуже спа. Тратим колоссальные деньги на весь этот модерн. Такой современный дизайн своих домов. Но спа еще включают легкую музыку, потому что мы не только глазами наш мир, как говорится, воспринимаем, но еще и слышим. Включается какая-нибудь музыка такая тихая, спокойная для релаксации. Это такой аудиодизайн. Но на самом деле всегда еще вы почувствуете запахи. Всегда распространяются какие-то эфирные масла в спа. Тоже расслабляющие. И вот это вот сразу глаз радуется, ухо и наш нос. Кстати, нос – это один из самых важных факторов. На самом деле ребенок, когда рождается, вот только рождается, на самом деле он не слышит и не видит. Он рождается еще, как говорится, плохим и слепым. Но что у него доработает – это нос. Запах матери, он чует, вот это проверяли. Это первое, с чем мы рождаемся. Это нам очень важно. На самом деле мы не замечаем, мы все нюхаем. Просто мы это не замечаем. Почему не замечаем? А я сказал, запахи влияют на нашу лимбическую систему. Лимбическая система, в отличие от коры головного мозга, она не анализирует. То есть мы не анализируем, как вот увидели и анализируем. Услышали что-то, начинаем думать. Нет, она сразу нравится, не нравится. Поэтому мы не замечаем. Но это очень-очень важно. Вот создание комфортной зоны уюта, тепла можно хорошо с запахами. Вспомните, когда вы выбираетесь на природу куда-то, заходите в лес. Вам сразу становится комфортно. Вы всегда говорите, ой, какой запах, ой, как здесь хорошо. Вы можете лес, не надо туда ходить, вы можете его по телевизору видеть. Но запаха нет, и этот лес совсем другой. Он не создает вам. То есть картинки красивые вы можете видеть, а вот запах вам надо почувствовать. А для этого нужны эфирные масла. Еще эфирные масла. Поэтому вот эта дезинфекция воздуха, это антистресс, который очень важен. И еще я могу сказать, что очень важно, не случайно по всем каналам телевидения идут всякие шоу по приготовлению вкусной пищи. Вот вкусная и полезная пища на самом деле, это тоже связано с эфирными маслами. С эфирными маслами специй, с эфирными маслами мятными, с эфирными маслами цитрусовыми. В зависимости, что мы делаем, напитки, блюда. Но самое важное, как я сказал, чтобы пища была вкусной и полезной. Вот с качажем специи попали к нам на стол. Не потому, что они вкусные. Вот поверьте, древние люди не искали в природе, чего вкусно. Древние люди в природе искали в первую очередь, что полезно. Потому что их задача была выживать, бороться с бактериями, бороться, чтобы пища не испортилась дольше, не было холодильником. Специи в основном применяли больше в странах жарки. То есть пища быстрее портится. Но если использовались специи, то пища не портилась так быстро. То есть специи работали как консерванты. А что в специи за консерванты? Все специи – эфирно-задержащие культуры. В специях содержатся эфирные масла. А эфирные маслами, как я сказал, даже порауно бальзамировали. Вот вам, пожалуйста, тема «Вкусная и полезная пища». Потому что когда пошла вот эта теория, что сладкого, соленого, острого, все убрать, запахи, вкусы, все должно быть диетическое, это будет самое полезное. Ничего подобного. Люди это просто перестали есть. Это просто комом стоит в горло. Это не вызывает, не включает пищевые реплексы. Если слюна не выделяется, желудочный сок не выделяется, если вы не чувствуете запах и вкус, запах, который передает вкус этой пищи, то пищевая система не включается. И, соответственно, вы это есть не сможете. Вы будете этим добиться. Вот и все. А вот эфирные масла, добавляя в пищу, как раз мы можем создать вкусную и полезную пищу одновременно. И поэтому можно даже не использовать специи, а можно использовать именно рабочий ингредиент, из-за чего эти специи попали к нам на стол. Что? Древние в них нашли. Вот я вас именно подвел к чему? Я вам подвел, чтобы вы понимали, что есть три вещи, входящие в наш организм. Именно входящие. Которые нам крайне необходимы. Вот представьте себе, сколько мы можем прожить без еды. Просто без еды сколько мы можем прожить? Ну, есть разные теории. Кто-то говорит 20 дней. Кто-то говорит зависит. Там можно и меньше. Но в любом случае, без лекарств, которые там продаются, и без многих химий, которые продаются, мы можем жить долго. А без еды 20 дней. Там три недели. А сколько мы можем жить без того, чтобы пить? Это еще значительно меньше. Это значительно меньше. Это уже идет разговор про 3-4 дня. И все идет обезвоживание организма. Что еда, что питье. Это то, что должно входить к нам. Как сказал Кипократ. Это наше лекарство. Без этого человек упирает даже. То есть это необходимо для нашей жизнедеятельности лекарств. И дыхание. То есть если мы не дышим, то идет разговор просто на считанные минуты. Вот эфирные масла как раз можно активно. Они активно участвуют во всех трех действиях. Потому что мы должны. Раз это самое важное. Я вам сейчас привел примеры, что мы без этого даже жить не можем. Если это самое важное, то вот как раз нам надо больше всего, если мы хотим быть здоровыми, счастливыми, красивыми, выглядеть моложе своих лет. Мы должны думать, что мы едим, что мы пьем и чем мы дышим. И эфирные масла вот как раз вы можете активно применять во всех этих трех направлениях. Я вам расскажу еще три факта про эфирные масла. Три интересных факта. Я говорю про эфирные масла компании Дутерро, потому что вы можете побежать и купить какие-то эфирные масла, и они не будут соответствовать этим фактам. Первое, что эфирные масла – это сто процентов натуральные и безопасные вещества. Сто процентов натуральные и безопасные. Понятно, что есть вопрос дозировки. Когда я говорю, чем лекарство отличается от яда, только количество. Но я имею в виду, что эфирные масла, они на самом деле очень экономные, потому что мы не употребляем их в больших количествах. Когда мы дышим, то понятно, сколько их летает в воздухе. Если в специях, то то же самое. На 20 грамм сухих специй содержится одна капля эфирного масла. Это первый факт, сто процентов натуральных. Второй используется как профилактические средства. То есть мы можем заниматься здоровым образом жизни, профилактикой нашего здоровья с помощью эфирных масел. Замечательно. И третье – позволяют сэкономить деньги на медикаменты. Вот это тоже очень интересный факт, когда люди никогда не задумываются, сколько мы тратим на медикаменты. И сколько у каждого дома прямо пол аптеки находится. То есть целая полка иногда. У некоторых даже две полки забиты различными лекарствами. Ну, про натуральность и безопасность я, в принципе, сегодня много уже говорил. То есть понятно, что они укрепляют иммунную систему, улучшают настроение. Они разрешены и новорожденным, и очень пожилым людям. Ну, как я когда-нибудь говорила, а маленькие можно? Но если в лес вы когда-то вывозите маленького ребенка, то он там дышит эфирными маслами, на самом деле, в лесу. Причем даже не мономаслами, а именно смесями эфирных масел. Ну, они имеют побочных явлений и так далее. В том числе, они в 50, почему я вам говорил, что я занимался много биологически активными добавками, травами, все спортивным питанием. Почему пришел на эфирные масла? Они на самом деле в 50-70 раз сильнее эффект, чем у трав. То есть быстрее и сильнее. То есть травы нам надо переварить, надо, чтобы наша еще пищеварительная система работала правильно, чтобы полезные ингредиенты усвоились, они прошли транзитом и так далее и тому подобное. То есть это занимает время. Вот любое переваривание занимает время, как вы знаете. С момента, что вы там проглотили какую-то там таблетку из каких-то растительных трав. Эфирные масла. Если вы начинаете им нюхать, моментально достигают мозга. Потому что наша обонятельная луковица, она прямо подходит к лимбической системе. Мендалевидному телу и гиппокампу. То есть они моментально достигают мозга, поэтому моментально мы на них реагируем. Как я вам говорил, запах вкусной еды и тут же слюна появилась. То есть мозг тут же среагировал. Через 2 минуты попадают в кровь при наружном применении. Представляете, через сколько попадут любая трава, которую вы съедите, через сколько попадут ингредиенты крови. Эфирные масла через 2 минуты. Просто они имеют очень низкомолекулярные соединения. Они просто проходят через кожу и тут же впитываются в наши капилляры. В течение 20 минут воздействуют на каждую клеточку нашего организма. И где-то в течение 2,5 часов метаболизируются в организме и выводятся. Поэтому у нас не происходит привыкание накапливающего эффекта от эфирных масел. Поскольку они участвуют в биохимических процессах, потом также все это выводится. Очень важный, кстати, факт про эфирные масла. Я заметил, буквально про них я знал много, конечно, немножко пользовался, но так активно не занимался. Вот с октября 2017 года, вот скоро будет 4 года я активный. Я заметил, все, кто пользуется эфирными маслами, с кем я связан, кто активно пользуется, у всех происходят омолаживающие действия. То есть улучшается кожа, цвет лица. То есть люди не стареют, а начинают, наоборот, движение в обратную сторону. То есть они очень сильно… А за счет чего, в принципе, происходят процессы старения? Это, в первую очередь, окислительные процессы. Вы знаете, антиоксиданты, эфирные масла обладают антиоксидантными свойствами. Потом они улучшают снабжение клеток кислородом, потому что они улучшают качество крови. Вот. И плюс настроение, да, и психоэмоциональное состояние. Вот наше настроение, от нашего настроения очень зависит наш внешний вид, на самом деле. И мы знаем всегда, что волосы выпадают, ногти плохие, какие-то проблемы с кожей. Даже кожные дерматологи, кожные врачи иногда говорят, ну, стресса не было, вы не нервничали, да, последний. То есть на нервной почве у нас внешний вид летит. И в обратную сторону, когда все хорошо, мы расцветаем. Это немаловажно, я думаю, это очень интересно для многих людей, просто выглядеть моложе своих лет. Это замечательно. Это будет говорить о том, что вы проживете дольше, потому что это внешний вид и наше здоровье – это сообщающиеся сосуды. Поговорим про второй факт, используется для профилактики. Вот про что я вам говорил. Дезинфекция воздуха, то есть снижение риска инфекционных вирусных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем. Эфирные масла убивают патогенную флору, при этом не причиняя вреда нашей полезной микрофлоре. В отличие от лекарств, антибиотиков и так далее. Вот это тоже уникальность эфирных масел, которые даже не знаю, как создала эта природа, потому что в растении, которые постоянно борются с патогеной флорой, растения постоянно атакуют вирусы, бактерии, всякие грибки, плесень и все прочее. Растения с этим легко борются с помощью эфирных масел, но в растении есть же полезная микрофлора. Вы знаете, она везде есть, и при этом эфирные масла не уничтожают полезную микрофлору. То есть эфирные масла… Кстати, почему и бактерии, и вирусы до сих пор не смутировали и не приспособились к эфирным маслам? Вот они приспосабливаются к лекарствам, потому что лекарство уничтожает что-то, на что-то оно уже нацелено, ты немножко смутировал, и лекарство перестает действовать. А вот эфирные масла, они вообще работают по-другому. Они работают с микрофлорой по принципу «свой-чужой». Они знают, то есть другими словами, как-то генетически, я не знаю, как миллион лет, я думаю, люди никогда такое не создадут, заложена полезная микрофлора. И если ты не попадаешь под полезную, тогда эфирные масла тебя уничтожают. Понимаете, как интересно? Поэтому, как бы ты не мутировал, ты полезным не стал. А если стал полезным, слава богу, тогда все хорошо. Поэтому, естественно, 6 тысяч лет люди будут использовать эфирные масла, и у бактерий нет резиденции, так сказать, привыкания. В отличие от того, что мы когда-то изобрели пенициллин и считали, что все с бактериями покончено, и что сегодня пенициллин вообще не работает, уже придумано куча других антибиотиков, то есть бактерии уже на пенициллин никак не реагируют, они уже к нему приспособились. Вот это не происходит, за 6 тысяч лет не произошло с эфирными масла. Ну, общее укрепление организма, понятно, использование для своей иммунной системы, иммунную защиту растений и антистресс. Антистресс, на самом деле, это в том числе профилактика депрессии. То есть сегодня, на самом деле, если взять фармацевтику, то на втором месте после препаратов для сердечно-сосудистой системы, на втором месте по продажам – это лекарства антидепрессанты. Представляете, что происходит? На втором месте после лекарств для сердечно-сосудистой системы. На что дошло? А вы знаете, самое лучшее средство от депрессии, вы можете, кстати, записать. Самое лучшее средство от депрессии – это в нее не впадать. И вот здесь вы как раз можете себе найти помощники, эфирные масла, которые будут все время вам снимать стресс, создавать положительные эмоции, тем самым компенсируя отрицательные и так далее и тому подобное. А стрессы, кстати, сильно снижают и иммунную систему. У человека, когда стресс, он ему еще легче заболеть и подцепить. И когда человек говорит, откуда у меня это заболевание, то, может быть, это и на нервной почве. Вот врачи шутят, и население эту шутку повторяет. Все болезни от нервов. Вот эфирные масла могут поддержать вашу центральную нервную систему в идеальном состоянии. Ну и третий факт, который я говорю, сэкономить деньги на медикаментах. Вы можете себе представить, что сколько стоит курс антибиотиков в 7-10 дней, а сколько будет стоить пробиотики, которые нужно принимать после антибиотиков, антигистаминные препараты, восстанавливать флору и так далее и тому подобное. Поэтому понятно, что чем меньше мы болеем и чем меньше мы принимаем лекарств, тем мы на самом деле экономим свои деньги. В том числе. Тем более, что эфирные масла, как я сказал, очень концентрированы. И одна капля, одна капля, всего одна капля эфирного масла, это терапевтическая доза. А в каждом пузырьке, скажем, у компании Дутера эфирные масла, они по 15 миллилитров, а один миллилитр – 20 капель. То есть по 300 капель в каждой баночке. Вот можете себе представить. Как я сказал, что эфирные масла мы используем как ингаляционно, то есть можно ими дышать, наружно можно их наносить на кожу, и внутренние. Их можно применять, понятно, что разбавляя, как вкусную и полезную пищу или как вкусные напитки и так далее и тому подобное. Мы про это сейчас поговорим. Ингаляционный способ – это можно или делать сухую ингаляцию, капнуть на ладонь, тоже эфирное масло, скажем, лимона, растереть, сложить домиком, ручки поднести к носу и подышать. Несколько минут, пожалуйста. Ингаляции сделать. Можем сделать диффузор, да, вот я говорил, да, современный метод опоривания. Еще проще – это не индивидуально, это на всю семью, и вы создаете себе комфорт, дезинфекцию одновременно, пожалуйста. Замечательно. Тем более, что таким образом, через ингаляционный метод, эфирное масло воздействует моментально на алимбическую систему, отвечающую за наши органы чувств и эмоции. А вся наша жизнь, вы сами знаете, состоит на самом деле, если взять 100% нашей жизни, так вот 10% – это от событий, которые с нами в жизни происходят, и 90% – от наших реакций, эмоций на эти события. Вы это представляете, насколько важны нам эфирные масла для нашей жизни. Трансдермальный метод – это наносить для снятия напряжения, или, например, если как антиспаз, если где-то что-то болит и так далее, то есть растирание стопов можно, потому что у нас на стопах очень много точек, что используют рефлексологи. То есть воздействие на эти точки эфирными маслами мы воздействуем на весь организм. Можно использовать, естественно, различные масла базисные, в которых можно разводить эфирные масла. Эфирные масла хорошо разводятся в маслах. Ну и внутреннее применение через слизистую, то есть это можно добавлять в вод, в сок, в мед. Вот у кого есть эфирные масла, компания только Тутер, я хочу проверенного качества. Почему важно? Потому что большинство производителей знают, что у них не то, не совсем то, что написано на баночке, имеется не по составу, а по названию. В составе, может быть, если что-то написано, люди же не понимают в составе. Вот. Что у них что-то не то, и они везде пишут, что ни в коем случае нельзя применять в амбуке. Вот помните, я сказал, первый миф про эфирные масла, что они вызывают аллергию. Это миф, потому что как раз, если это 100% эфирное масло, без того, что в него попали там части растений, белок растения, то по составу, по составу, что он содержит в эфирной масле, там нет аллергенов, вещь, которая вызывала аллергию. То же самое миф, что эфирные масла нельзя принимать вовнутрь. Как нельзя принимать вовнутрь? А мы же принимаем специи. А в специях эфирные масла, а мы мяту кладем, а мы лимон кладем вместе с корочкой в корочке эфирные масла. Мы вообще пользуемся многими растениями эфиросодержащими, а не ждем, когда запах весь выветрится и потом только добавляем в пищу. Конечно, эфирные масла, если это 100% эфирные масла, можно применять вовнутрь. Поэтому, когда говорит производитель, что нельзя, это про растения, которые мы применяем вовнутрь. Есть растения, которые мы не применяем. Может быть, и нельзя. Но я имею в виду про специи и так далее. То это говорит о некачественном эфирном масле. И производитель знает, и чтобы мы его не засудили, он сразу знает, он предупреждает. Нельзя применять вовнутрь. На самом деле, компания Дутерра большинство эфирных масел, особенно мономасел, компания Дутерра можно применять вовнутрь. Техника безопасности обязательно тоже надо про нее поговорить. поскольку эфирные масла это очень активные соединения типа спиртов, поэтому не допускать попадания на чувствительной области, то есть попадание в глаз. Есть эфирные масла, жгучие, так как корица, гвоздика, чтобы их не наносить на кожу без разбавления в базисном масле. Да, разводить надо масло не водой. Вот в компании Дутерра есть, скажем, фракционное кокосовое масло. Для этого это не просто кокосовое масло, а тоже фракционное. То есть взята низкомолекулярная фракция. То есть кокосовое масло есть тоже бактерии, не бактерии, а молекулы, конечно. То есть крупные молекулы, да, есть низкомолекулярные. Так вот, взяли фракцию низкомолекулярную, она хорошо впитывается, она как раз тоже полезна, именно она полезна в кокосовом масле, а не сам наполнитель, не сама база. Но в воду нельзя, потому что эфирные масла в воде не растворяются, то есть можно взять и миндальное, и ореховое масло, то есть облепиховое, то есть можно использовать эфирные масла вместе с базисом, то есть надо не забывать о чувствительности кожи. И надо следовать указаниям на этикет. И очень важно, что использовать очень низкие дозировки, как я сказал, одной капли достаточно для получения терапевтического эффекта. И это, кстати, преимущество эфирных масел, что они быстродействующие, очень концентрированные, поэтому они очень экономные. То есть качественное эфирное масло, у вас расход минимальный, вы можете долго пользоваться, поэтому это совсем недорого, чем купить некачественное, которое расход будет в 10 раз больше, даже если оно в 5 раз дешевле. И вот что я хотел сказать, что вместе с нами вы хозяин своего здоровья. На самом деле, вот что я рассказал, вы можете сказать, да, чушь собачья, там что-то там хотят втюрить, впарить и так далее. Имеете право, на самом деле, я с вами согласен, но можете эту информацию раз послушать, почитать источники и посмотреть, что древние это правда использовали. Уж древние люди хорошо разбирались, да, что используете для своего здоровья. И начать использовать эфирные масла для своей жизни. Тем более, как я сказал, по поводу дезинфекции воздуха, у нас на самом деле нет никаких других альтернатив, кроме эфирных масел. То есть все остальные дезинфицирующие средства химические, ими дышать невозможно. То есть вы будете губить свой организм вместе с бактериями, которые вы дезинфицируете. И я хочу вам сказать про авторский курс. Понимаете, я вначале сказал, мы говорим про курс, который проводит аромотерапевт Ольга Савчук из Белоруссии. У нас есть авторский курс по практическому применению эфирных масел в самых разных сферах жизни. Этот курс очень интересный, потому что Ольга Савчук этим занимается давно, профессионально, но интересен он тем, что для этого курса в компании Дутера подобран такой регистрационный набор. Он состоит из 10 баночек, в которые входят 4 эксклюзивные смеси, смеси эфирных масел. Смеси часто работают лучше, чем мономасла за счет синергии. И 6 очень популярных, известных эфирных масел основных. Тут такой набор. И для того, чтобы человек вошел в аромотерапию, он не может начинать, знаете, сколько эфирных масел. У компании Дутера есть около 60 мономасел и около 70 смесей из этих масел. Это невозможно, необъятное, как говорил Кузьмин Прутков. Но можно начать с 10. То есть специально компания подобрала, который, в общем-то, как семейная аптечка, 90% всякой медицинской бытовухи, я так называю. Я не говорю про серьезные заболевания, мы не занимаемся клинической аромотерапией, тем более, что вы не врачи, да, большинство, а просто продвинутые пользователи. Мы хотим, чтобы вы научились пользоваться эфирными маслами. Так вот, про эти 10 баночек идет разговор на этом курсе. Причем за 5 занятий берется 2 препарата, 2 эфирных масла или 2 эфирные смеси на занятие двухчасовое. И таким образом и дается домашнее задание именно с рецептами, по применению. То есть человек не только приобретает эфирные масла, да, он знает для чего, как ими пользоваться, получает рецепты, да, домашние задания. И он может на этот курс зайти в любую секунду. Почему в любую секунду? Раз в неделю по средам проходят занятия, они идут по кругу. То есть неважно, с первого занятия или с третьего попали. В любом случае все время идет по кругу, по 2 баночки. И за 5 занятий подряд вы изучаете весь ассортимент и введение в аромотерапию. Это очень важно, где будет рассказывать вам про дозировки, как делать процентные растворы, как разбавлять, как добавлять все методы применения, в том числе дозировки в зависимости от возраста. Введение в аромотерапию, ну, практическое. У вас есть 10 баночек, потому что если у вас нет эфирных масел, то невозможно вас учить. Вы понимаете, да, чему мы учим? Теория, вот если теория на практике не применяется, поэтому знать и уметь – это две разные вещи, то она забывается. И буквально за неделю, если я не принимаю, не применяю, да, те знания, что он получил, 90% из них забываются за неделю. Соответственно, и плюс важно, что вы берете продукцию компании Дутера, что у них очень качественные масла, можно применять вовнутрь, нет аллергии и так далее. Это подобное тоже очень важно для ведущего, потому что он дает рецепты, и он отвечает, да, если возьмете другие масла, некачественные, то он не может отвечать, он говорит, применять вовнутрь, а на пузырьке написано, ни в коем случае вовнутрь применять нельзя, да. Получается, или он шарлатан, или еще кто-то. Поэтому здесь очень все логично и понятно. И что я хочу сказать, что входит в этот набор, да, что это не кот в мешке, эфирное масло лаванды. Ну, все, наверное, слышали такую песню, София Ротара еще пела «Лаванда, горная лаванда». Лаванда, да, на самом деле она должна быть горной, да, в компании Дутера это как раз горная Болгария. И что важно, лаванда – очень расслабляющее масло, это цветок, да, и он создает комфорт, антистресс и очень хороший афродизиак. Не случайно лаванда – горная лаванда, это про любовь. То есть это хороший сон, это хороший секс, это хорошая потенция, это хорошее психоэмоциональное состояние, да, и антистресс. То есть то, что именно стрессы губят все наше здоровье, да, и удовольствие в том числе. Лимон. Опять, ну что, очень известное эфирное масло лимона очищает, анизирует, освежает, также очень подымает настроение и энергию. Я вам хочу сказать, что если вы возьмете, да, у кого есть уже, да, в компании Дутера капельку лимона, капельните просто себе на ладонь, разотрете, поставьте домиком, подышите, сразу вам захочется, знаете, такие, ой, как здорово, ой, как приятно. Можно с утра прямо, знаете, с утром встать и сразу, чтобы день начался с той ноги, прямо капнуть кайпику лимона, потому что хорошее настроение и веселье – это залог нашей улыбки, нашей коммуникации, да, коммуникабельность, наша с окружающими и так далее, тому подобное. Поэтому здесь это очень-очень важно. Перечная мята. То есть, видите, самые такие, я называю, известнейшие вещи. Мы очень многие любят пить чай с мятой, да, вообще мята, она, в первую очередь, что тонизирует, создаёт концентрацию внимания. Также, как, вот видите, лаванда, лимон, также отлично влияет на наш антистресс, в том числе, очень полезна для нашей дыхательной и пищеварительной системы. Поэтому многие как раз пьют чай с мятой. Но хочу сказать, что вот в этом пузырьке, да, там, скажем, 30 миллилитров, там, 300 капель, чтобы одну каплю, одну каплю перечной мяты получить из чая с мятой, вам надо выпить 28 стаканов. Вот 28 стаканов чая с мятой содержит приблизительно одну каплю терапевтическую дозу. Поэтому я думаю, что удобнее, удобнее и проще вам это использовать в готовом виде, взять просто качественное эфирное масло перечной мятой. Чайное дерево. Тоже наверняка вы все слышали про чайное дерево, да, очень известное противогрибковое средство. У нас кокует очень много грибки. И не только ногтевой. Люди знают про ногтевой, но на коже тоже возникает иногда какие-то раздражения. И тоже часто, когда человек идет даже к дерматологу, он говорит, что это грибок. Вот, пожалуйста, мы можем использовать наружно. Кстати, эфирное масло чайного дерева можно применять наружно. Не разводить в батисном. Оно не жгучее. Но при этом оно не портит ваши угли, прыщи, грибки, то есть все внешние бактерии, гнынечки, пожалуйста, идеально. Если вдруг скакивает герпес, мы иногда знаем, что мы его чувствуем, чуть-чуть какие-то неприятные ощущения на губе. Вот в этот же момент, пожалуйста, если качественное эфирное масло, скажем, компания Дутера, вы мажете это место, никакой гербис не вскакивает. Потому что, кстати, он вскакивает. Это некрасиво. Не знаешь, как его убрать. Он на губе. Все смотрят. Просто мешает жить, пока от него там избавишься. Пожалуйста, вы можете жить без гербиса. И без вообще многих, я говорю, вирусов и грибков, которые наружного применения, пожалуйста, у вас дома есть чайный день. Кстати, лаванда. Еще я хотел сказать про лаванду. Забыл сказать. Иногда мы бываем, схватились за сковородку или случайно что-то там пролили. То есть бывают ожоги. Если у вас дома есть лаванды, вы обожглись, вы тут же лаванды, просто прямо на это место ожога, капаете лаванду, даже в алгорине вскакивает. То есть она может моментально, моментально. Единственное, не дать ожогу разойтись. То есть вот обжарились, нужно моментально. Это проверено. Поверьте мне, проверено многими пользователями. Так что без вопросов. Орегано. Ну, орегано, насколько нужно дома. Вот мы говорили, я сегодня про Рома Шеф. Орегано – это специя. Одна из самых, на самом деле, мощных дезинфицирующих специй. То есть после дезинфекции она мощнее чайного дерева несколько раз. Орегано мы можем добавлять против паразитов, кандид, грибков внутрь. У нас живут паразиты. Мы тоже слышали всегда, говорят, очистка от паразитов. Как это делать? Очень просто. Скажу, очень просто делать очистку от паразитов. Многие поливаете салаты. Многие мы любим свежие салаты. И поливаем им оливковым маслом, кто-то подсолнечным маслом, кто-то соевым, кто-то каноловым. Неважно, какое масло. Каким маслом любите поливать, тем и поливаете. Единственное, что, скажем, оливковое масло, чем удобно, оно сразу в темной стеклянной посуде. Потому что эфирные масла нельзя держать в пластике. Так вот, в оливковое масло, если вы на 750 мл оливкового масла капните 5 капель орегано, 5 капель, там 300 капель в банк, то, во-первых, ваши салаты будут вкуснее, оливковое масло будет иметь более насыщенный, совсем другой вкус. Это будет более вкусно. Но главное, что это оливковое масло будет дезинфицировать ваш салат, во-первых, от паразитов, потому что свежие овощи мы тепловую обработку не делаем. А там могут быть споры, которые очень прилипают. Их отмыть часто невозможно, особенно если листья салата, капуста и так далее. Брокколи, цветная капуста, как это отможешь? Никак. Понятно, что огурец можно почистить. И, пожалуйста, это вам сразу… И вы просто постоянно пользуетесь таким оливковым маслом. Я вам как пример беру. Вот вам было спокойное, просто более вкусная еда, и при этом постоянная ежедневная антипаразитная программа. То есть понятно, что с паразитами нам надо бороться. Ну, эфирное масло ладана – это король масел. То есть все ароматерапевты знают, что король масел – это ладан, королева масел – это роза. Эфирное масло ладана известно с очень древних времен. И в Старом Завете, и в еврейской торе несколько раз упоминается про эфирное масло ладана. Несколько раз упоминается. И на самом деле, когда говорят «бежит, как черт от ладана», бежит, как черт от ладана, на это слышали такую фразу, вот он точно выгоняет чертей. Причем раньше вот эти черти, злоедухи считались болезнью. И вот, скажем, в церкви или еще куда-то в храмы люди ходили оздоравливаться. И везде там шло окуривание ладана. То есть ладан, он настраивает наш организм на самовоздоровление. Он изгоняет этих чертей. То есть это могут быть как психологические, так и реальные, на физическом уровне. Поэтому вы качественное эфирное масло ладана просто нигде не найдете, потому что это растение или оман, или сомали. То есть это места, где очень трудно поставить фабрику и как-то договориться с местными населениями. Но у компании Дутерро это удалось. И это были мономасла, и поговорим мы про смеси. Первая смесь глубокая седева. Называется это для поддержки суставов и мышц. То есть на самом деле это смесь антиспазма. Антиспазм, если вдруг, знаете, что-то там бывало, бывает шею надуло, или там голова на подушке не так лежала, и вдруг просыпаетесь в одну сторону, голова поворачивает, другую нет. И вы там мучаетесь несколько дней. Или там коленка вдруг разболелась, ушибли. Или локоть, или еще что-то. Вот, пожалуйста. Очень быстро снимаем. То есть не надо никаких там уколов делать, обезболивающих. Эфирные масла легко проникают в сустав. У них проникающая способность, причем что это смесь. Проверено на... Я работаю с спортивными врачами. Вот с спортивным врачом Израиля Марком Росновским. Михаил Классантиновский, спортивный врач. Тоже занимается, помогает сборной Израиля по гимнастике. И в России есть спортивные врачи, вот там по баскетболу федерации. Проверено, работает очень-очень хорошо и быстро. И в отличие от многих там мази и обезболивающих, да, которые там содержат какие-то там вещества, которые могут нагружать печень и так далее, почки, и то абсолютно безвредно ничего не нагружает в том числе. Бриз. Ну, бриз дыхания, понятно, для дыхательной системы. Содерживается, кстати, эфирное масло, а тоже перечную мяту, мы говорим, для дыхания хорошо. Там лавровый лист, эвкалипт, чайное дерево, лимон, лавровый лист. Вот такая смесь, которую всегда, в общем, каждое масло по отдельности всегда применяли, да, для дыхания, для нашей профилактики ОРЗ, вирусов. А здесь просто такая вот замечательная смесь. Опять такую смесь вы нигде не достанете, да. Пожалуйста, есть. Дзен-пищеварение. Тоже смесь, но уже дегизен для нашей пищеварительной системы. Фенхель, анис и тоже вот все, как говорится, эфирные масла, которые очень хорошо для нашей пищеварительной системы, в том числе и перечная мята. И ревенсара, но что я хочу сказать, моментальное снятие токсикозов при пищевом отравлении или кишечной инфекции. Вы понимаете, что такое кишечная инфекция, да, у многих были, да, такие кишечные вирусы, когда ты три дня просто умираешь. Просто есть невозможно, пить невозможно, все дела бросил, из дома никуда, естественно, не выходишь, да, держишь себя поближе к туалету. Кошмар. На самом деле, если дома есть такая смесь, буквально две капельки на полстакана воды выпиваешь, с двух капелек или там через какое-то время еще две, и все проходит, то есть это может пройти за полдня вместо там три-четыре дня, которые можешь проваляться. И я уже не говорю, что человек может довести себя так, что еще его в больницу отправят, капельницу ставят, что он обезводился из-за этого. То есть работает моментально, тоже проверено, многократно. Дома просто как аптечка необходим. И эфирная масса, смесь называется «Настражи». Вообще это смесь четырех воров. После сегодняшнего занятия наберите, пожалуйста, смесь четырех воров, просто наберите в интернете, да, эфирная масса, и вы узнаете про историю. Это средние века чума в Европе, брошенные территории, да, то есть половина населения там умерла в этом городе, половина убежала. И вот по этим территориям ходят мародеры, четыре вора. Четыре мародера собирают все ценное, золото, там, драгоценности, никого же нету, да, и выносят на другую местность, где люди живут, незараженную, продают и идут дальше. И вот их поймали по запаху, кстати, их вычислили, потому что они как чемные доктора носили маски с клювами и так далее. Но шел от них специфический запах. И вот когда их поймали, было непонятно, почему все заражаются, там, эта территория заразная, а им хоть бы что. Всем четверым выяснилось, что они использовали эту смесь. Один из них был парфюмером. Парфюмеры средневековья, понятно, занимались сено-эфирными маслами, никакой химии тогда не было, которые сегодня используют парфюмерия. И он сделал эту смесь, куда вошли специи в основном, то есть гвоздика, корица, гвоздика, корица, розмарин, эвкалипт и лимон или апельсин, там две разные версии. Но у компании Дутера, значит, дикий апельсин. И вот эта смесь, на самом деле, дала им возможность спокойно заниматься мародерством на зараженной местности. Эта смесь очень известная, такая смесь есть в компании Дутера. Понятно, поднимание нашей иммунной системы и защита наша от всех бактерий и вирусов. Так вот, этот набор, на самом деле, этот набор, тот, кто приобретает этот набор, получает эти знания. То есть я вам сейчас просто пробежался это совсем чуть-чуть, а про этому набору будет у вас полноценный курс. Курс стоит, на самом деле, 150 долларов, но знание – это сила, как сказал Юлий Цезарь, все, кто зарегистрируется в компании Дутера, купит вот этот регистрационный набор, получат курс бесплатно. И это еще тоже не все. Помимо, что получат курс бесплатно, желающие заниматься еще перспективным бизнесом, таким арома-бизнесом, пожалуйста, еще получат дополнительно, после окончания этого курса, курс 5 недель по арома-бизнесу. То есть как заниматься арома-бизнесом, как зарабатывать с помощью эфирных масел и профилактики. Но для этого, как я рассказал, надо, чтобы у вас были эфирные масла, потому что иначе как вы пройдете курс? Что вам нужно сделать? Человек скажет, да, куда бежать, и как все это происходит? Надо обратиться к человеку, который дал вам ссылку на эту встречу. Вы же пришли на эту встречу, и пришли по ссылке. Поэтому вам надо прийти на эту встречу, обратиться к человеку, который дал эту ссылку. Он вам поможет оформить первое 25% скидки на пользование продукцией от цены интернет-магазина. Причем интернет-магазин у нас по всему миру, я вам уже говорил, да? То есть 25% скидки. И записаться на курсы. Ну, первый курс, понятно, вам нужен. Что касается арома-бизнеса, не все хотят заниматься бизнесом с эфирными маслами. Это абсолютно нормально. Все не должны заниматься. А вот пользоваться должны все, потому что все мы хотим быть здоровыми, счастливыми и выглядеть моложе своих лет. Что касается вообще бизнеса, почему мне нравится заниматься эфирными маслами, потому что, знаете, очень много бизнесов, я всегда говорю, попахивают. Знаете, вы говорите, дело пахнет керосином, да? Или плохо пахнет. Вот у меня зато бизнес, которым я занимаюсь, и как-то эфирные масла, это как раз в первую очередь это отличные, хорошие, комфортные запахи. Так что присоединяйтесь. И на самом деле на этом я заканчиваю сегодняшнюю встречу. Я останавливаю запись. Кто не успел, кто зашел, может быть, позже, вы послушать сможете это все в записи тоже. Также обратитесь к человеку, который давал вам ссылку. Он знает, где найти запись. И я отвечу на вопросы. Сейчас посмотрим в чат. Если есть какие-то вопросы, я, конечно, отвечу. У кого нет вопросов, пожалуйста, до свидания. Хорошего дня. Желаю успеха. Хорошего настроения. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok